Учит народная мудрость. Терпение и труд, все три труд. Раз. Кончил дело, гуляй смело. Два. Без труда не вытащишь рыбку из пруда. Три. Работа не волк. Нет, нет, это не надо. Пословица, на самом деле, это ведь не только пыли нафталин. Это колоссальный опыт, которым опрометчиво пренебрегать. Говорят, что яблоко от яблоньки недалеко падает. А почему вы далеко упали от своей яблонки? У каждого свой путь. Отец занимается музыкой. В какой-то момент я понял, что мне интересно рисовать. Папа Рокер. На сцене хулиган, ну, интеллигентный хулиган, хорошо. Интеллигентный хулиган, а в семье? Очень внимательный, чуткий, ответственный человек. Какие факты из вашей жизни могут причислить вас к лицу золотой молодежи? Прежде чем приступать к какому-то проекту, думаете вы наперед, а насколько это вам принесет прибыль? Как вообще возникла идея совместить поговорки с рисунком? По ходу беседы один из них говорит, ну, окей, окей, дружище, но ты же понимаешь, как бы в твоем последнем костюме карманов не будет. А что книжки такие дорогие? 600 с лишним рублей. Говорят, что волков боятся в лес не ходить. А как эта пословица нашла отражение в вашей жизни? Здравствуйте! Это программа «Карбланш». Программа, в которой мы задаем вопросы интересным людям, а интересные люди с удовольствием на эти вопросы отвечают. Кто мы? Кто задает вопросы? Ваш покорный слуга Михаил Борисов, конечно же, приветствую. Яна Юхина сегодня с нами. Приветствую. Кому мы будем задавать вопросы для того, чтобы получить исчерпывающие, надеюсь, ответы? Человек, который однажды променял журналистику на рисование, на занятия рисованием, а потом уже сделав это, ну, какой-то отчасти, наверное, своей профессией даже. Человек, который приехал в Калугу издалека, 180 километров добирался, но добрался и хорошо. Петр Скляр сегодня у нас в гостях. Здравствуйте, Петр. Здравствуйте, спасибо за приглашение. Петр Скляр – художник-иллюстратор. Родился в Москве в 1986 году в семье музыканта Александра Ф. Скляра, лидера группы «Вабанк». Любовь к искусству в нем пробудили бабушка и дедушка, к спорту – родители. До восьмого класса был отличником, перейдя в московский лицей номер 1535, усиленно занимался литературой и английским языком. Увлекался альтернативной музыкой, окончил журфак МГУ, непродолжительное время занимался маркетингом и связями с общественностью. Основы графики получил в художественной школе. Делом жизни выбрал визуализацию русских пословиц и поговорок. Мечтает освоить игру на пианино, путешествует по стране, исследовал Кольский полуостров, является автором эскиза Мурала с Циолковским на фасаде дома номер один по улице Марата в Калуге. В ноябре 2021 года представил калужанам альбом «Слово графика». Говорят, что яблоко от яблоньки недалеко падает. А почему вы далеко упали от своей яблоньки? Ну, давайте так скажем. Я не считаю, что я упал далеко, потому что, в принципе, это... Это та же история, это творчество. Просто, если вы видели, у меня есть одна из иллюстраций. К слову, на ней изображен мой отец, Александр Эвскляр. У каждого свой путь. Отец занимается музыкой, делает это всю свою жизнь профессионально. Но это же не совсем тот момент... Это не та история, которую ты прям выбираешь на 100%. Это же где-то она тебя выбирает. И в силу определенных обстоятельств в какой-то момент я понял, что мне интересно рисовать. И начал работать в этом направлении. И спустя некоторое время просто сделал это своей профессией, своим ремеслом, о чем ни разу не жалею. В соцсетях ваш отец, ну, еще несколько лет назад, я это заметил, он с такой радостью опубликовал какие-то первые ваши рисунки, картинки. Гордился ими. Там какое-то пост восхищение был. Вопрос не в этом, вопрос в том, каково вообще расти в семье рокера. И какой отпечаток это накладывает. Вы знаете, в первую очередь, в первую очередь, мой отец для меня отец. Любящий, заботливый. И они всегда с мамой старались и стараются быть внимательными, если у меня есть какие-то там трудности, либо проблемы, либо необходимо посоветоваться, они всегда выслушают, дадут совет. Поэтому я им благодарен просто вот за то, что они позволили мне вырасти, дали образование и потом поддержали в момент вот этого перехода и смены направления с журналистики на визуальное искусство, на графику, на иллюстрации. Мы к этому вернемся. Все-таки в детство хочется углубиться. Вот папа поехал на гастроли, папа поехал на концерты. Возвращаясь в семью, как не привезти ребенку какой-нибудь подарок, сувенир? Что рокер домой привозит ребенку? Чем балует? Ну, когда я был маленький, то, естественно, это были какие-то машинки. Потом через некоторое время это появилось, лего. Это было невероятно... То есть ничего необычного. Невероятно увлекательно. Вы знаете, на тот момент, я 86-го года рождения, и на тот момент лего это было весьма необычно. Оно было, мне кажется, не у всех, и это была такая захватывающая история. Дома наверняка куча музыкальных инструментов. Присутствуют. Так, поэтому тяга к гитаре, она, не знаю, не прошла проверку временем? Вы знаете, получается, что так. Потому что в какой-то момент возникло желание заниматься гитарой, но, видимо, это было не настолько осознано, чтобы мотивации хватило на длительное время. Я что-то попробовал, поиграл, отпустило. Потом я что-то немного попробовал на пианино, нет, не пошло. И вот как-то так. Ну, тем более, потом уже наступил переходный возраст, когда, в принципе, фокус внимания смещается на другие вещи. Ну, и вот как-то так. Коллеги, простите, пожалуйста, я эту серию вопросов, в принципе, должен добить до конца. Папа-рокер. На сцене хулиган, ну, интеллигентный хулиган, хорошо. Интеллигентный хулиган, а в семье? В семье папа заботливый отец, любящий муж. И очень внимательный, чуткий, ответственный человек, ответственный семьянин, раз уж так. Вот, естественно, он... Ну, там просто есть такая история, что, конечно, есть его личное пространство, его творческое пространство, без которого просто не было бы... Туда нельзя заходить? Туда, в принципе, ну, можно как-то так аккуратно, потому что, в любом случае, это все происходит. Вот, на одном периметре, ну, когда я жил вместе с родителями, либо в квартире, либо на даче, но ты просто сам, ну, по крайней мере, я не чувствовал, ну, какого-то права туда заходить, потому что есть какое-то время, и его было всегда достаточно для общения, для, не знаю, каких там игр, прогулок, совместных просмотров фильмов, обсуждений чего-то. Но есть всегда время, когда отец уединялся, либо для, ну, каких-то своих дальнейших творческих историй, вот, для придумывания новых композиций, аранжировок, либо просто для какого-то чтения, то, что называется, для работы над собой. Какие факты из вашей жизни могут причислить вас к лицу золотой молодежи? Неплохой вопрос, но я никогда себя не считал золотой молодежью, никогда не ходил, наверное, в заведения, которые принято считать, ну, которые отвечают вот этому как раз облику золотой молодежи. Поэтому тут, тут мне сложно сказать, я достаточно поздно, ну, наверное, по меркам той же самой золотой молодежи купил сам себе автомобиль. Это произошло, когда мне было уже 27 лет. Это не, это был автомобиль не премиум класса, вот, до этого все время я передвигался на метро, либо, ну, там, троллейбусы, автобусы. Поэтому, да нет, я обычный горожанин, я москвич, и я думаю, не более того. Единственное, что, может быть, в какой-то степени меня отличало, это то, что, естественно, у меня была возможность попасть практически на любой концерт, любой группы, и привозной в том числе, что на тот момент, когда вот еще только появилась возможность ходить на какие-то концерты альтернативных музыкантов, роковых музыкантов, которые приезжали с Запада, то, конечно, ну, с того момента, когда родители посчитали уместным, чтобы мне можно было туда ходить, это было очень здорово, очень интересно. Там девчонки завидовали, наверное. Ну, не без этого. Но я никогда этим не пользовался в плохом, каком-то таком негативном контексте. Но если была возможность кого-то с собой пригласить, то, конечно, почему нет? Что позволило заработать на автомобиль? Заработать на автомобиль позволил труд. Вот как раз я, после того, как я закончил журфак МГУ, я четыре года проработал в маркетинге и пиаре в разных компаниях, занимающихся отечественным кинематографом. Это были довольно серьезные компании. Я очень благодарен их руководителям и вообще всем коллективам за то, что я там поработал. Я получил бесценный опыт, который в том числе мне сейчас помогает уже раскручивать и продвигать мой проект. Но это была действительно сложная такая серьезная работа. 5-2 абсолютно, ну, как и у большинства людей. Но поскольку это кино, то там хорошо платили, я умею откладывать, поэтому на определенном этапе это позволило накопить на тачку. Уходя на дорожку монетизации, прежде чем приступать к какому-то проекту, требующему вашей творческой реализации, думаете вы наперед? А насколько это вам принесет прибыли, допустим? И важно ли вам это? Насколько это вторично? Спасибо за вопрос. Он действительно, это краеугольная история. Но на тот момент, когда я вот все это оставил, у меня был небольшой стаб-фонд, и когда вот я начал рисовать, то я, видимо, ну, все-таки мне было 27 лет, я еще был на каком-то таком кураже. Вот, мне настолько вот вся эта движуха захватила, что я просто, ну, себе сказал, что если я это сейчас не попробую, то потом я это уже точно не попробую. Поэтому, как бы, это того стоит, имеет смысл рискнуть. И, соответственно, у меня были вот эти небольшие деньги, которые мне позволили еще где-то полтора года достаточно скромно, но как бы вполне себе нормально жить, чтобы дальше продолжать заниматься. Но уже, будучи не обремененным офисом, я смог, ну, все свое время тратить на освоение ремесла и на нащупывание вот этого как раз, ну, своего творческого метода, который вот потом и перерос в полноценный проект «Словографика». В какой-то момент поддержали родители, за что им тоже благодарность. Как свой стабилизационный фонд организовать? Специальный счет открыть, на который можно деньги класть, но никогда нельзя забирать? Рецепт? Рецепт, да? Хочу узнать. Исключительно мой рецепт заключается в том, что экономно расходовать деньги, в общем, никаких специальных счетов я не открывал, просто я посчитал, сколько примерно мне требуется тратить в месяц, чтобы эту сумму можно было растянуть на определенный период, но при этом не, это самое, не оголодать. Вот, сумма на то время была достаточно скромная, но опять-таки, если ты, ну, как бы полностью вовлечен в какую-то историю, а рисование, оно чем прекрасно, по крайней мере, в моем случае, что я это могу делать у себя дома. Мне для этого нужен там бумага, карандаши, либо ноутбук и планшет. То есть, в принципе, естественно, там хватало на то, чтобы поесть, может быть, даже там пару раз в неделю там сходить на какое-то мероприятие, но я говорю, я все свое время, силы и энергии тратил на освоение ремесла. Вам при этом пришлось снять самому себе квартиру или папа вам ее купил? У меня своя собственная квартира, которую мне на определенном периоде подарили родители, купили, да. Тоже за что им опять-таки спасибо. Как вообще возникла идея совместить поговорки с рисунками? По ходу беседы один из них говорит, как бы, ну, окей, окей, дружище, но ты же понимаешь, как бы в твоем последнем костюме карманов не будет. Часто вашим ориентиром является именно ваше хотение? Проштудировав трехтомник пословиц поговорок «Далее» больше 60 тысяч. Для себя составил список из около, наверное, трех тысяч пословиц, которые очень хотелось бы успеть проиллюстрировать. Насколько он тяжел для вас, этот опыт взаимодействия с издательством? Первую книгу я сделал при помощи своих еще школьных друзей. А есть ли у вас, Петр, вместо силы? А что книжки такие дорогие? 600 с лишним рублей. Для меня было стратегически важно выпустить книгу. Ваши произведения на теле у кого-то уже появились? Да вот, возьми. Ты что, возьми. Здесь много. Поживешь. Что русскому хорошо, немцу смерть. Как вообще возникла идея совместить поговорки с рисунками, с графикой? Эта идея возникла после вообще фундаментальной поездки краеугольной на Соловки в 2013 году. Я как раз 31 мая 2013 года подписал заявление об увольнении. И я уже тогда рисовал, но никакой концепции не было. Я просто думал, что ну как бы хочется рисовать. Мы поехали с товарищем на Соловки и с палаткой, то есть как бы в такую автономку в июне. И мы там провели две недели. И в какой-то из вечеров мы там сидели у костра и проходили какие-то там местные мужички. Там, ребят, можно погреться, да не вопрос, конечно. И по ходу беседы один из них говорит, как бы, ну окей, окей, дружище, но ты же понимаешь, как бы в твоем последнем костюме карманов не будет. И меня настолько впечатлила вот эта пословица своей образностью, сочностью, своим... Ну она как бы, она и хлесткая, она и жесткая, она затрагивает самый важный момент в жизни каждого человека, перехода в инобытие, который невозможно избежать. Что вернувшись в Москву, я понял, что она как бы все еще сидела, я такой, ну окей, хорошо, да, попробуем нарисовать. И это была самая первая иллюстрация, она была самая простая, ну как бы самая сырая. Что там было? Это был «Контургроба», и сверху и снизу была надпись. Но удивительным образом меня это вдохновило самого, и несколько близких друзей сказали, Петь, как бы, ну кайфово, топи дальше. Через некоторое время тоже пришел образ «В здоровом теле здоровый дух», еще через какое-то время в тихом омуте черти водятся. И потом вот степ-бай-степ где-то в течение полугода уже стала врисовываться полноценная творческая концепция графической визуализации русских пословиц и поговорок. Чего же раньше до этого никто не додумался? Оказывается, можно совершить открытие, которое сделать, ну, частью своей жизни. Ну почему? И Воснецов этим занимался, этим занимался Иван Билибин. На коммерческой основе. 19-й век на коммерческой основе. Ну какой там коммерческой? Вы знаете, я с вашего позволения вас же дополню, что они действительно этим занимались, и я уже потом, когда все более серьезно-серьезно стал погружаться во всю эту историю, я, естественно, ознакомился с их творчеством. Есть еще советская школа книжной иллюстрации, там тоже есть крутейшие художники. Но вот про систематический опыт визуального осмысления, да, это вот такого прям, чтобы серьезного до этого не было. Но, собственно, тем отраднее, ответственнее и приятнее заниматься всем этим делом. Яна. Ну вот, допустим, представим себе такую реальность, в которой не приносит дохода. Я все-таки, да, закончу свою вот эту вот представочую тему, потому что это очень важно, выбор, да, между надо и между тем, от чего кайфуешь, как вы уже сами выразились. Часто вашим ориентиром является именно ваше хотение? Соответственно, вот в начале, вот когда я делал там первую книгу и вторую, на тот момент я целиком, полностью думал о том, что не, я просто хочу это сделать, потому что, ну, как бы, ну реально вот эта вся движуха, это настолько интересно, это находит отклик. А потом органичным образом уже стали появляться какие-то первые заказы. Они были очень небогатые, но как бы, ну, их хватало, скажем так, на достаточно скромное существование. А потом уже в 19, нет, в 18 году удалось договориться с Росатом, с компанией, и это уже стало гораздо интереснее, потому что они все это выпустили. Это все, ну, как бы уже на их мощностях это стало гораздо интереснее еще через год. Книгу выпустили? Да, да, выпустили книгу, соответственно, из 100 иллюстраций, которые 5 было посвящено деятельности компании Росатом. Но это вообще была довольно амбициозная задача, совместить нашу мудрость в пословицах с вот этими передовыми наработками Росатома. Но поскольку они в том числе занимаются и ледоколостроением, вот эти атомные наши ледоколы, которые бороздят воды Северного Ледовитого океана, то это довольно романтичная история, как мне показалось. И изучив внимательный вопрос, я сделал иллюстрации с ледоколами, плюс, естественно, с Игорем Васильевичем Курчатовым, вот как отец-основатель русского атома, все это было согласовано, нашло отклик, и через полгода такой усиленной работы книгу увидела свет. Я думал, там адаптированные поговорки, пословицы какие-нибудь были к а тому? Нет, я нашел... А там с возу, кобыли легче, да? Нет, хотелось все сделать на самом деле серьезней, но, опять-таки, проштудировав трехтомник, пословицы поговорок дали больше 60 тысяч. Я для себя составил список из около, наверное, трех тысяч пословиц, которые самые сочные, самые такие вот хлесткие, которые очень хотелось бы успеть проиллюстрировать. И ориентируясь на этот список, я выбрал как раз вот те самые пять пословиц, которые можно совместить вот с этой со всей историей. Например, «тише едешь, дальше будешь». На мой взгляд, это вполне подходит к образу ледокола, который медленно, но уверенно там пробирается через льды. Либо, если вспоминать Игоря Васильевича Курчатова, то есть прекрасная пословица «Ум постигает, а разум объемлет». Я считал уместным ее исполнение. Иметь в спонсорах «Росатом» прекрасно, но а когда самому приходится искать деньги и самому заключать с издательством договора? У меня есть опыт взаимодействия и так, и так, да. Насколько он тяжел для вас, этот опыт взаимодействия с издательством? Я это все воспринимаю в формате квеста, то есть как бы есть очередная задача, но поскольку она непосредственно связана с моим проектом, то я просто встаю пораньше и ищу возможности ее реализации. Тем более все-таки, ну как ни крути, есть друзья, есть знакомые, есть старшие товарищи, к которому можно обратиться за советом, и поскольку все-таки Москва объективно это большой город, то так или иначе можно найти варианты реализации. Когда я делал свою первую книгу, то я просто, я не помню сколько, она была 500 экземпляров всего лишь, просто это все, на что мне хватило денег. Первую книгу я сделал при помощи своих еще школьных друзей, это интереснейшая история. Как-то вечером заехал к своему школьному другу, и как-то мы побеседовали, я сказал, вот ты не мог бы что-то подсказать, кому можно обратиться. Он такой, Петь, хорошо, окей, а сколько нужно денег? Я такой, ну вот такая сумма. Ну хорошо, смотри, давай половину даю я, а половину, помнишь, вот перед нами сидел парень на второй парте, можешь завтра ему набрать, побеседуйте. Побеседуйте, я, соответственно, на следующий день звоню, он такой, что? Никита дает половину, Петь, я даю вторую, дружище, действуй. И вот так вот получилась первая книга. Бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе. А есть ли у вас, Петр, место силы, которое вас напитывает, может быть, возвращает к истокам, создает ту самую тишину, где вам комфортно творит, либо творчество настигает вас где-то? Потому что время суетное, время порой изоляционное, иногда хочется куда-то убежать, скрыться. Вот есть у вас такое? Такое место есть, да, это наша дача, это действительно наше родовое гнездо, потому что там еще стоят яблони, которые посадил мой прадед и моя прабабушка, к сожалению, их уже нет с нами, так же, как и уже дедушки, бабушки тоже ушли. Но там же есть в километре озеро, где в свое время дед меня учил плавать, и прямо вот на берегу стоит дуб, который был свидетелем всего этого. Поэтому, естественно, когда я туда приезжаю, это не просто загородный дом, оно все окутано вот этими такими смысловыми точками и воспоминаниями. Там же я отдыхаю, там же я и запитываюсь энергией. Но поскольку, я в общем не знаю, как это объяснить, но я одновременно же могу запитаться и от прогулок по шумным улицам, просто навести в какие-то свои места детства, либо исследуя какие-то новые дворы, какие-то новые места, какие-то новые объекты на карте Москвы. Мне все интересно, и вот какой-то вот этот момент нахождения нового образа, он может практически в любую минуту прийти. Ильяна, Яна, продолжайте. А вот интересно, в творчестве вашего папы нашли отражение образа того же самого дома, гнезда, сада, может быть, какого-то вашего детства? Можно так прочитать между строк, допустим, то, о чем, про что жили? Вы имеете в виду в творчестве моего отца? Да, да. Ну, тут, конечно, лучше у него спросить, но... А вы ему скажите, пусть приезжает. Я обязательно передам, если это можно расследить как официальное приглашение. Это официальное приглашение в программу «Карблаж». Договорились, я обязательно передам отцу. Спасибо. То, что касается... Да, есть одна композиция, она достаточно личная, не помню, с какого альбома, она называется «Наш сад», где отец как раз, ну, в таком, может быть, чуть, конечно, образном стиле, вот, да, рассказывает про дачу, про наш участок, который, ну, ну, вот, напитан вот всеми вот этими смыслами, историями, воспоминаниями. Вот, да. Песня очень лиричная, очень хорошая. У кого будет время и желание, пожалуйста, послушайте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Тебя вдохану» Кому апельсинчики? Кому витаминчики? Сколько стоит, сынок, твой апельсин? Рубль, папаша, всего один рубль. Звесь ко мне три килограмма хороших. Какие килограммы? Одна штука рубль. Ага, не понял. Одна штука рубль. Штука? Ну, я бы дал тебе рубль. Если бы был уверен, что ты на эти деньги купишь хоть один грамм совести. Иди гуляй, папаша. И не мешай удовлетворять возросшие потребности покупателей. Кому апельсины? Кому витамины? Сейчас рубану с плеча. А что книжки такие дорогие? Шестьсот с лишним рублей. Ну, куда? Ну, в таком случае я переадресовываю ваш вопрос создательству, которое устанавливает цену. А, то есть с вами никак не согласуется? Нет, конечно. Это мин меня. Ну, что-то с этого вы получаете? Да, я получаю небольшой ройалти, весьма небольшой. Но на тот момент, на 2019 год, для меня было стратегически важно выпустить книгу, потому что, конечно, делая это на мощностях самого крупного отечественного издательства, я получаю охват не в формате выйти до метро и обменять книгу, либо где-то встретиться. А я получаю 300 магазинов плюс две топовые интернет-площадки, включая Озон и их сайт. На тот момент для меня это было важнее. И во многом благодаря как раз вот этому взаимодействию поступили потом новые заказы, новые приглашения. Недавний пост на вашей страничке в социальных сетях. Друзья, а кто хочет приобрести мою книгу, а то издательство замешкалось и не может точно сказать, сколько экземпляров оно напечатает. Неужели издательство так плохо работает с авторами, или вы просто для них менее ценны? Интересный вопрос. Но объективно, давайте так, если смотреть на вещи, то я на данный момент занимаюсь, как я считаю, весьма интересной историей, но она, естественно, нишевая. Поэтому, если сравнить меня с какими-то топовыми писателями, ну, это абсолютно бессмысленно. Но я бесконечно верю в свой проект. Поэтому, если издательство где-то что-то не доделало, не посчитало, не нашло для этого времени, то я найду для этого времени, чтобы провести это исследование и помочь издательству принять верное решение и перевыпустить мою книгу. Поскольку я в этом заинтересован, то я им помогу. Сразу встречный вопрос. А может лучше все-таки на футболках, на майках, на толстовках, на всем мерче... Мерч. Нужен мерч. ...это выпускать в большом количестве. Это будет гораздо лучше, чем книги. Полностью с вами согласен. Но я считаю, что имеет смысл действовать, знаете, вот как осьминог. То есть, вот и книги, и мерч. А складывать яйца в разные корзины, да? Ну, естественно, конечно. Нельзя складывать все яйца в одну корзину. Тогда про корзину мерча. С издательством мы уже услышали. А вот как с частными предпринимателями, которые могут наклеечку напечатать... И наверняка печатают. Наверняка печатают. У меня есть опыт и самостоятельной печати, но это достаточно энергозатратно, а прикуп невелик. Поэтому я вот с определенного момента просто... Да что там, тысяч за 200 принтер купить, и штуповать мои футболки эти? Ну, понимаете, тогда у меня будет меньше времени на иллюстрацию. Я же все-таки не только про деньги. Я про иллюстрации. Я про, ну, какое-то вот это нахождение образов, про вот эту исследовательскую историю. Поэтому я все-таки стараюсь то, что касается непосредственно технического производства, чтобы этим занимались специалисты, которые делают это гораздо лучше меня. Есть какая-то пословица-поговорка, которая вот в голове сидит, и хочется на нее что-то нарисовать, но каменный цветок не выходит? Неплохо, да, есть. Есть такая поговорка. Собственно, тогда небольшая предыстория. Вот некоторое время была, вот одна из самых вообще сложных иллюстраций. Жизнь прожить не поле. Перейти от Безмалова где-то месяц искал образ, потом удалось найти Федора Конихова. На данный момент к большинству пословиц, которые нереализованы, уже есть в голове образы, уже есть черновики, просто нужно время, чтобы это нарисовать. Но есть довольно интересная пословица, кто служит ветром, тому платят дымом. Хотелось бы ее проиллюстрировать, но на данный момент пока еще образ не созрел. Друзья, если что-нибудь подскажете, буду признательным. В инстаграме пишите, Петровне. Петр, а бывает, что первичнее образ? Вот он носится, образ в голове невероятный, но не прикрепляется ни к одной какой-нибудь смысловой фразе. И потом когда-то удивительным образом происходит эта коллаборация слова и иллюстрации. Мы сегодня все щелкаем пальцы. Михаил, твоя очередь. Да, 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 такое случается. И это на самом деле либо так, либо так. Либо есть крутая пословица, которую хочется проиллюстрировать, либо приходит какой-то образ, и потом к нему подходит пословица. Собственно, это был момент, сейчас, как же это, с героем фильма. И поскольку на данный момент я вышел чуть шире, чем только пословица, это могут быть и цитаты киногероев, это могут быть и цитаты каких-то конкретных реальных исторических личностей. С Толковским та же фраза. Либо с Петром Первым вот минувшим летом проиллюстрировал, по крайней мере, история приписывает ему эту фразу «Мне счастье бояться, счастья не видать». Вот, Петр Первый ее вот в свое время озвучил. В какой-то момент это была, по-моему, Лелик из кинофильма «Бриллиантовая рука». Да, да. Очень, ну, сочный, харизматичный образ, тем более наш гениальный Попанов. И потом уже, пересматривая фильм, в очередной раз, собственно, герой, его же герой, озвучил пословицу «Куй железо, не отходи от кассы». И тут у меня моментально все сошлось. Потому что до этого был просто образ, я помню, что он такой харизматичный, а тут все сошлось, и, ну, собственно, по итогам получилась иллюстрация. Все-таки это татуировочный стиль, в котором вы выполняете все пословицы. Поэтому, понятно, мерч, про который мы поговорили, но ваши произведения на теле у кого-то уже появились? У меня есть файл из 200 татуировок, сделанных по моим иллюстрациям. И кто-то спрашивает из разрешения, кто-то присылает постфактум, кто-то вообще не спрашивает, не присылает, я потом случайно нахожу, либо мне кто-то присылает. Я никогда не возражаю, потому что, ну, во-первых, объективно мне это немного льстит, это значит, что удалось найти образ. А во-вторых, это действительно, мой стиль, он похож на татуировочный. Я его определяю как смесь классического рисунка, геральдики и эстетики современной татуировки. Если его татуируют, ну, прекрасно, значит, это нашло отклик у человека, значит... Это популярность. Да, да, естественно. А на теле у самого есть татуировки? Рисусы. У художника? Да. Что это за татуировки? Они обозримы, их можно показывать на экране? Ну, если это уместно в формате программы, да, то, ну, по крайней мере, да. У меня есть татуировки, есть на левой руке, вот, практически полностью у меня есть рукав. Вот, это тот самый традиционал, в котором я потом сам начал рисовать. Но, удивительное дело, я, ну, татуировался до того момента, пока не начал рисовать сам. Как только я получил возможность на более глубоком уровне взаимодействовать с окружающим миром, украшать свой скафандр, уже потеряло смысл. Но ни об одной татуировке не жалею, за каждую отвечу, и они все связаны с каким-то важным этапом в моей жизни, либо что-то с путешествиями, либо что-то с, ну, с каким-то понятием чего-то важного. Это собственный рисунок? Нет, это все идеи собственные, но с адаптацией мастером татуировки Дима Речной, пользуясь случаем, передаю ему привет. Вы, когда берете поговорку для того, чтобы нарисовать ее, вы рассматриваете полностью ее историю? Я этим занимаюсь, когда уже дело доходит до издания книги. Мурал вашего авторства теперь есть и в Калуге. Насколько это было трудно работать? Ну, вот такого масштаба это первый мурал. Предполагаю, что заказчиком выступил главный архитектор Калуги Алексей Комов. Как вас с ним судьба связала? Что входит в планы ваши? Есть уже как минимум идеи трех книг. Есть же, кроме русских поговорок, поговорки еще и у других народов. Говорят, что волков боятся в лес не ходить. А как эта пословица нашла отражение в вашей жизни? Это ты, потенциальная жертва, скройте с глаз моих и не появляться, пока зеленого свистка не услышишь. Бегом, марш! Бегом, я сказал! Так, еще один вопрос. Пословицы и поговорки русские не так просты, как кажется. Мы зачастую знаем только первую часть поговорки, а про вторую часть никто не знает. Это там в интернете целые списки есть. Соответственно, вы, когда берете поговорку для того, чтобы нарисовать ее, вы рассматриваете полностью ее историю, разбираетесь, откуда что и как. Сокращенный вариант рисуете или полный вариант рисуете? Вы знаете, вот более серьезно углубляться в историю пословицы, я этим занимаюсь, когда уже дело доходит до издания книги, очередной, либо буклета, где каждая иллюстрация, я пишу подробное пояснение. Это требует определенного временного ресурса, потому что это посещение исторической библиотеки, это серьезная работа. Если же я просто рисую, то я, соответственно, просто рисую, просто потому что мне хочется нарисовать эту иллюстрацию, просто потому что она просится, мне придумался образ, и я, в принципе, уже не успокоюсь, пока я это не сделаю. Вот, знаете, такой творческий момент, что когда ты в первую очередь в сознании все рисуешь в голове у себя, как только у тебя там вот это все сошлось, то я, в принципе, могу даже не спать. Большое-большое количество времени, прежде чем я это не нарисую, это просто требуется это сделать. Мурал вашего авторства теперь есть и в Калуге. Насколько это была трудная работа, тяжелая, а вдруг это вообще первый мурал в жизни? Это на самом деле, ну вот такого масштаба это первый мурал, да. Сколько там квадратных метров получилось? Слушайте, я даже не помню, но это, как бы, первая настолько серьезная работа. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех и всех калужан за то, что выразили доверие, что оценили эту работу, позволили ее, ею украсть ваш город. Большое спасибо, надеюсь, это только начало сотрудничества, буду рад его продолжить. Конечно, пройдет какое-то время, его надо будет подреставрировать, приехать, так что, welcome. Все непременно обязательно, но, опять-таки, поскольку я выполнил саму иллюстрацию, то этот мурал выполнен вашими местными мастерами. Под вашим четким руководством. Ну, естественно. Вы довольны? Я очень доволен, еще раз спасибо. Самое интересное, что принимать эту работу вы прилетали на вертолете, и пилотировал ваш знакомый этот вертолет, два часа туда-сюда смотались. Это ты про золотую молодежь, да? Это, ну, близко к этому. Почему был выбран такой вид транспорта, и увлекаетесь ли вы пилотированием, учитесь ли, получаете лицензию пилота? Пилотирование уважаю. Нет, сам еще ни разу этим не занимался. Да нет, там, на самом деле, все достаточно просто. Мой дружище пилотирует, и когда я тогда, ну, просто прислали первые фотки из Калуги, и все это понравилось, но, естественно, хотелось увидеть живую, все это, ну, как бы сфотографировать самому, сфоткаться. И, ну, я подумал, ну, окей, сейчас вот как будет окошко, ну, просто тут надо сесть на поезд, все-таки, ну, приехать. А у дружище ему потребовалось по определенным, ну, по своим личным, по бизнес-делам, скажем так, прилететь в Калугу, и он такой, петь, как бы, есть возможность, а лететь-то все-таки час, ну, не два часа, как на поезде, вот, поэтому, как бы, добро пожаловать на борт. Вот, я воспользовался его предложением, погода была на нашей стороне, светило солнце, мы за час долетели, он занимался своим делами, я сгонял к Муралу, все сфотографировал, вернулся, мы вернулись в Москву, все в порядке. Что входит в планы ваши, какого-то такого интересного, необычного? Вот, я знаю, один из планов, возможно, освоить все-таки фортепиано когда-нибудь. А может быть, есть какие-то истории с совершением безумных поступков? Вот, есть какой-то план помимо творческого, где бы вы хотели себя раскрыть? Вы знаете, на данный момент, и тут я абсолютно не кривлю душой, львину долю своих времени и сил и ресурсов я все-таки трачу на свой проект, потому что чем больше я им занимаюсь, тем как-то, ну, глубже я во все вот в это въезжаю. И помимо кайфов, есть все-таки, ну, какое-то понимание, ну, какой-то вот возникшей образовательного измерения всего вот этого. И хочется порисовать, просто есть уже как минимум идеи трех книг, трех отдельных направлений, которые, конечно, ну, необходимо, ну, я уже для себя как бы это поставил, и, как говорит мой папа, ничто так не мотивирует и не дает столько внутреннего уважения, как поставленная задача ее реализации. Поэтому на данный момент я работаю над тремя книгами. Какая из них получится раньше, вот, то и буду делать. Какие направления-то? Направление к тематику. Это в любом случае так или иначе связано с пословицами, но есть, ну, есть наше отечественное кино, крутейшее абсолютно. И хочется сделать одну книгу целиком, полностью посвятить персонажам нашего кинематографа. Ее можно даже и переназвать не словографика, а кинографика. Вот, хотелось бы такую сделать. Потом хотелось бы, наверное, в таком же формате сделать книгу, посвященную именно вот морской тематике. Потому что и пословиц достаточно, и образов огромное количество, так называемую морскую словографику. Тоже ее надо делать. Но все это, как вы понимаете, требует большого времени. Даже при такой, ну, полной вовлеченности, все равно на такую, на полноценную иллюстрацию требуется 3-4 дня кропотливой работы. А есть же, кроме русских поговорок, поговорки еще и у других народов? О, да. И там бывают просто невероятно крутые пословицы. Есть ассирийская пословица, которая на меня произвела большое впечатление. «Лампа лжи не дает света». И вот он тоже очень образный и музыкально ложится. Ну, как бы, ну, просто во всех отношениях прекрасно. Их огромное количество. Тоже хотелось бы этим заняться. Поговорили о мурале Циолковского на здании, на доме 1 по улице Марата. Но я так предполагаю, что заказчиком выступил главный архитектор Калуги Алексей Комов. Как вас с ним судьба связала? Он вас нашел, вы на него вышли. И знаю, что существует слово-графика с изображением Юрия Алексеевича Гагарина через перни к звездам. Появится ли этот мурал в городе Калуга? Ну, соответственно, появится ли этот мурал, это вопрос к городу. Если калужане сочтут уместным здесь его появление, я буду только рад и сделаю со своей страны все возможное. С Алексеем мы знакомы достаточно давно. Познакомились мы в Евпатории. Я там трудился. Делал определенные презентации для инфраструктуры. И потом, собственно, а я тогда еще параллельно делал начало своего творческого пути. Алексей тоже у него нашло отклик. Он как-то там это поддержал, там даже дал каких-то, не помню, пару советов по образам или как это все можно улучшить. Я сделал эту иллюстрацию, соответственно, выложил ее в Инстаграм и там отметил несколько калужских пабликов со словами уважения, респекта. И через некоторое время со мной связались, и вот поступило предложение сделать мурал. Естественно, я согласился. Ну вот я прямо здесь... Вы фактически ответили уже, Петр, на мой вопрос. Как чувствовал. Как вам, Калуга? Есть ли здесь точки такие для того, чтобы вам напитываться, вдохновляться и дальше продолжить иллюстрировать? Я так понимаю, что диалог у нас долгий, вот такой вот творческий нашего города. Вас как вам здесь? Мне здесь очень нравится, потому что пословица, на самом деле, это ведь не только... Ну, это как бы не пыль и нафталин, это колоссальный опыт, которым опрометчиво пренебрегать. Что касается Калуги, то мне этот город очень нравится. Хотелось бы еще раз сюда приехать, уже для какого-то дополнительного изучения. И, ну, вообще, объективно, если я не ошибаюсь, то Калуга – это же колыбель космической мысли отечественной. И здесь сразу рождается такое огромное количество образов, смыслов, что, я думаю, это только начало нашего какого-то такого творческого сотрудничества. К тем трем книгам, которые вы сейчас задумали, просто надо еще сделать плюс один о космосе. Я думаю, что это космическая словографика. Да. Конечно. Говорят, что волков боятся в лес не ходить. А как эта пословица нашла отражение в вашей жизни при исследовании Кольского полуострова? Это хороший вопрос. Но тут такой момент есть, еще другая пословица, что дуракам везет. И когда мы в первый раз отправились в путешествие на Кольске, то, ну, мы, конечно, с товарищами не предполагали всех тех замесов, которые нас ожидают на пути. Но мы были настолько воодушевлены, что мы подумали, ну, окей, хорошо, что, пройти на байдарках весь Кольский полуостров? Погнали. И мы собрались, приехали, и за 20 дней мы на байдарках прошли весь Кольский и вышли в Баренцево море, где нас чуть не накрыл шторм, мы там чуть не побились о скалы. Но каким-то немысливым образом мы живыми и невредимыми там добрались до одного места под названием Дальние Зеленцы, вот, где какое-то время там пару дней чуть поголодали, но потом нашли возможность уже добраться на материк, в Мурманск, а тут уже на поезде вернулись в Москву. Мы через некоторое время решили усложнить всю эту историю и отправиться на Кольске только уже зимой. И в пятером другим составом, ну, соответственно, 4 товарища и я, мы пошли в феврале на Кольский, на Лыжах, точно так же совершить довольно большой такой пеший переход. И в один из наших вот этих суточных переходов надо понимать, что на тот момент там практически полярная ночь, там светло только 4 часа в день, и надо за это время успеть перейти, ну, как бы сделать свою суточную норму. До этого мы спали в палатках и, ну, так, ну, промерзли, мягко говоря. В принципе, все было окей, но не самая комфортная история. И мы решили на следующий день совершить двойной переход, чтобы успеть прийти на охотничью избу и там, соответственно, сделать дневку, там отогреться, просушиться, подкрепиться и так далее. И мы шли, был такой сильный мороз, что мы, ну, в определенный момент у меня там просто из лыж отлетели крепления, вот эти вылетели саморезы, и я вынужден был, там нам представил подъем в гору, где-то примерно километр в лесной тайге, уже смеркалось. Я просто скинул свой рюкзак, я единственное, что взял спальник, прицепил на карабин, и мы едем дальше. Где-то через 100 метров ломается лыжа у другого товарища. Темно, но фонарь вырезает где-то, может быть, метров 20 перед собой, там же вот эта охотничья изба, она же не подсвечена гирляндами, ничем. И, ну, как бы, тут ты понимаешь, что что-то как-то довольно стрёмно все это вытанцовывается, но надо двигаться. Плюс, ну, вот пока вот эти лыжи там обвязывали, там привязывали их к ногам, один из товарища сказал, что нам надо двигаться вот в том направлении, и, как бы, идите по моим следам, я пока дойду до избушки, мы такие ноги, как бы, если ты считаешь, что разделиться это хорошая идея, то пусть так и будет. Он идет, и, соответственно, мы там как смогли подчинились, и мы идем по его следам, начинается метель, и она просто заметает его следы, и мы становимся в темном лесу со сломанными лыжами, я вообще без рюкзака. И, ну, тут как бы так, ну, не то, что было очень страшно, но тревожно на какой-то момент стало. Но Родион, за что ему, конечно, огромные благодарности, он в итоге нашел эту избу, и он сделал самое логичное, что можно было сделать в этот момент, он начал ее топить, чтобы мы пришли не на звук, потому что там докричаться, ну, невозможно, там плюс еще сильный ветер, чтобы мы вышли на дым. И, собственно, это нас и спасло, мы вышли к этой избе, зашли внутрь, там, ну, просто я помню этот момент, вот первые 10 минут, когда вот мы сидели, просто так нас немного потряхивало от адреналина, но ребята опытные, они такие, так, ну, окей, надо себя чем-то занять, надо тут же там, ну, все дело протопить, поставить чайник, ну, занять себя какими-то бытовыми движухами. И мы подкрепились, отогрелись, и потом это уже, как, в принципе, казалось, как такой, ну, ну, вишенка на торт вот всего этого расклада, но в моменте, конечно, было тревожно. А может быть, весь этот риск из-за того, что вы пока не женаты? Все-таки щелкнут. Не исключено, не исключено. Но, опять-таки, пока я не женат, соответственно, есть возможность, ну, ну, наверное, опять-таки, я там, если что, специально не ищу каких-то мрачных раскладов, я не адреналиновый наркоман, но, помимо всего прочего, мне нравится путешествовать, мне нравится север, я действительно его считаю, ну, каким-то своим местом силы, там, какие-то вот такие вот, ну, энергии, которые меня запитывают, где я перезагружаюсь. Я несколько раз был на Кольском и зимой, и летом, и на Соловках был несколько раз. Поэтому, если есть возможность, то я туда отправляюсь в путешествие. Это просто крутейшая перезагрузка. Спасибо. Петр Скляр у нас сегодня в гостях в программе «Карт-бланш». Напомню, что действующее приглашение от программы «Карт-бланш» вашему отцу, Александру Скляру. Спасибо, передам. Оно существует. Передайте, пожалуйста. Окей. Коллеги, не знаю, как вам, по мне все очень симпатично, очень хорошо. Спасибо, Петр. Спасибо за приглашение. Картинки, благодаря вам, красивые у нас в городе появляются. Пусть их будет больше. Ну и в личном творчестве, в продвижении своей идеи, своего проекта пусть тоже все получается. Спасибо большое. Рад принять участие в программе. Приглашайте еще. Петр Скляр был гостем нашей программы. На этом все. «Карт-бланш» на сегодня завершается. И напомню, что обязательно будет следующая игра. Сделал дело, гуляй смело. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...